Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем второе послание апостола Павла к Тимофею на библейском портале экзегет.ру. И апостол Павел пишет Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Такое традиционное приветствие, которое может быть не очень понятно сегодня в синодальном переводе. Ну вот, например, как предлагает перевести владыка Кассиан Безобразов. Он говорит, Павел, волею Божию апостол Христа Иисуса по обещанию жизни, которая во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну. И дальше продолжает то же самое. Что это значит? Вот это по обещанию жизни. Вот есть некоторые современные переводы, которые, например, предлагают говорить о том, что Павел призванный возвещать обещанную жизнь во Христе Иисусе. То есть здесь речь идет не просто по обещанию какой-то жизни, а по том, что он возвещает эту самую жизнь. То есть получается, что он волей Божией апостол, то есть Господь его избрал, это мы знаем из книги Деяний. В этот раз себя рабом, как это иногда бывало, в некоторых посланиях называет себя раб и апостол. Апостол Петр тоже так себя иногда называет. Здесь он просто говорит апостол Христа Иисуса по обещанию жизни. То есть, иными словами, он возвещает жизнь, которая во Христе. Далее. Итак, апостол Павел благодарит Бога, которому, как он говорит, служит от прародителей с чистой совестью. Это очень интересное выражение. И интересно оно не столько в филологическом плане, потому что здесь все более-менее очевидно. Служить с чистой совестью, Богу с чистой совестью. То есть служить так, чтобы совесть тебя не обличала, чтобы она не была испачканной, не была загрязненной, потому что загрязненная, нечистая совесть, она человека начинает обличать. Да, и здесь интересен скорее сам нравственный смысл этого выражения. Потому что сегодня мы, когда говорим о чистой совести, воспринимаем это или как мечту, или, может быть, как некоторую иллюзию. Кто-нибудь, например, говорит, что я хочу, чтобы моя совесть была чиста. Ну вот был такой философ, Альберт Швейцер, который так и говорил, чистая совесть есть изобретение дьявола. Он считал, что у человека не может быть чистой совести, что честный человек, который задумывается о своей жизни, он всегда найдет в себе, к чему еще придраться, и что необходимо вот этой нечистой совестью постоянно себя побуждать к дальнейшим действиям. Сам он, как известно, умер в Африке, спасая больных и положив свою жизнь на то, чтобы вот так трудиться, насколько это вообще было в его силах. Он не мог просто где-то там в Германии, скажем, как обычный спокойный бюргер жить. Ему все время казалось, что надо делать что-то еще. Так вот, и вот в этом смысле очень интересное выражение апостола Павла. Это не впервые мы можем встретить его, где он говорит, что он живет или старается, по крайней мере, жить с чистой совестью. То есть он человек, который старается все делать так, как должно, и совесть его за это не обличает, или мало обличает, например, вообще по жизни, в принципе, по тому, как он живет. Может быть, это только некоторые предположения, да может быть, это некоторая такая установка, идущая еще из фарисейского воспитания. Потому что, например, фарисеи, как мы знаем, точно старались жить с чистой совестью, потому что это просто было их нормой, нормой их жизни. Они старались все делать правильно и точно. Мы помним, например, что там в притче о мытаре и фарисее фарисей приходит и хвалится перед Богом, ему не за что просить прощения, как он думает, да, потому что он все правильно сделал. И я думаю, что здесь нет никакого преувеличения. Христос просто приводит жизненный пример, в котором фарисей так себя ведет. Поэтому, может быть, стремиться вот к такой чистоте совести было просто в норме воспитания апостола Павла. А может быть, как он говорит в другом послании, блажен, кто не обличает себя в том, что избирает, то есть в том, что ты делаешь. Делаешь по вере, делаешь, сколько тебе говорит совесть, и дальше просто не мучаешь себя дополнительными расспросами. Так или иначе, мы видим, что апостол Павел прямо говорит о том, что он от прародителей служит Богу с чистой совестью, то есть стремится к тому, чтобы его совесть была чиста. И, конечно же, нам нужно поступать так же. Иногда, знаете, некоторые такие аскетические практики предполагают, что человек вообще не может испытывать удовлетворение совести или что это ненормально чувствовать, что у тебя чистая совесть. Но на самом деле даже на примере апостола Павла, и таких примеров можно найти еще и в святоотеческой литературе, вполне нормально по временам, по крайней мере, жить и чувствовать, что твоя совесть чиста, и ты стараешься все делать по совести, стараешься делать хорошо. Итак, апостол благодарит Бога. И вот это выражение, которому служу от прародителей с чистой совестью, оно, надо сказать, здесь не является каким-то содержательным элементом этой благодарности. Он просто говорит, что это Бог, которому он служит с чистой совестью. А так, речь-то его вот о чем. «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Здесь вот интересная тоже сама по себе мысль, потому что благодарить Бога можно за то, что делает Бог, казалось бы, да? А если делаешь нечто ты, то можешь поблагодарить самого себя. Наверное, так бы сегодня человек рассудил. А здесь апостол пишет, «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». То есть, или я благодарю Бога за то, что он мне напоминает, или я молодец за то, что я о тебе вспоминаю. Вот здесь мне кажется, что как раз первый вариант вполне подходит. То есть, Павел не приписывает себе того, что он сам такой хороший, что думает о Тимофея день и ночь и молится о нем и находит для этого силы. Он говорит, вот, да, «Благодарю Бога за то, что непрестанно вспоминаю о тебе и днем и ночью. И даже желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». То есть, по всей видимости, Тимофей проявил, как здесь дальше он пишет, да, нелицемерную веру. Такую веру, что мы знаем, что Тимофей был сыном обращенной иудеинки, Элина. И сам Тимофей, по-видимому, обратился при первой проповеди апостола. Поэтому, и, видимо, обратился очень искренне. Так что, видите, даже Павел пишет о его слезах. И Павел вспоминает эту искренность, вспоминает эту его, вспоминает эту его такую искреннюю веру, эту открытость. Поэтому и молится о нем, и желает его видеть. Потому что желает исполниться радости о той вере, которую видит в Тимофее, и которую он видел в его бабке и в его матери. И он, интересно, тоже пишет, да, он говорит, уверен, что она и в тебе. То есть, вот эта же вера искренняя, она также движет и тобою. Иногда мы можем услышать, есть такие разговоры о том, что род человека, поведение его родителей, поведение его предков, оно влияет на потомков. Эти выражения, они могут звучать в совершенно разных контекстах. Это может быть рассуждение биолога, психолога, какого-нибудь православного христианина. В самых разных смыслах это можно услышать. И иногда бывают некоторые явные перекосы, когда люди считают, что, скажем, грехи могут непосредственно передаваться или наказание может быть за грехи родителей. Потому что мы знаем из Священного Писания, из книги пророка Изекииля, из 18 главы, что каждый отвечает за свои собственные грехи. Но вот что может передаваться? Ну, понятно, что биолог скажет, что генетика может передаваться. Иногда передаются даже какие-то черты поведения, которые, как кажется, прямо в геноме, может быть, и не прописаны, или как-то там прописаны, но не так очевидны. Но может передаваться не только какие-то особенности поведения, могут передаваться и особенности духовной жизни. Это мы знаем просто из практики. Нам не нужно для этого изучать подробно биологию или антропологию. Мы понимаем, что человек может быть искренней верой, он может воспринять ее от своих предков. Или наоборот, у него могут быть проблемы. Проблемы в семейной жизни, в личной жизни, с восприятием себя или других людей. В силу того, что такие проблемы были у его родителей. И здесь мы не говорим о том, что грех переходит, или там вера переходит от одного на другого. Но вполне возможно, речь идет о некоторых склонностях, которые развиваются из-за примера, который видит человек. И вот бабка Тимофея и мать Тимофея проявляли искреннюю веру. Они были к ней, во-первых, склонны. Во-вторых, они ее в себе возгревали. Она у них была. И Тимофей, живя с этими людьми, он формировался как личность. Я это говорю к тому, что очень важно смотреть на свое собственное поведение, на то, что мы развиваем в себе, на то, какое наследство мы получили от своих предков, что мы можем из этого взять хорошего, а что наоборот должны как-то скорректировать своей духовной, молитвенной, нравственной жизнью. Ну вот Павел говорит, я уверен, что она, вот та вера, есть и в тебе. Интересно, да? Он говорит мне, я думаю, что ты можешь поверить так же, с той же силой. Он говорит, вот я верю, что та же вера, она есть и в тебе. Как будто бы вера – это то, что может быть передано просто через родственные связи. Далее апостол пишет, «По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Итак, мы знаем, что еще из первого послания и из книги Деяния о том, что Тимофей был рукоположен Павлом в Эфес, в качестве епископа, и Павел просит его, чтобы он возогревал. По этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, здесь даже в греческом «разжигать» буквально, тот дар, который на тебе через мое рукоположение. Во-первых, здесь само учение о рукоположении, о таинстве рукоположения, хератонии, о том, что есть некоторая благодать, которая снисходит на человека для того, чтобы он был пастырем, для того, чтобы он был учителем, для того, чтобы он был проповедником и наставником нравственной жизни, аскетической жизни, вероучительной каких-то вещей. И мы знаем из посланий, что апостол Павел писал об этом Тимофею. Но важно, что, и, кстати, этим заканчивается первое послание, важно, что человек сам должен возогревать себя, он сам должен думать о себе, он не имеет права о себе не родить, он должен постоянно некоторую активную позицию занимать. Дар Божий – это не ресурс, который просто сам по себе работает, ты можешь расслабиться, а благодать все за тебя делает. Иногда также думают о крещении. Люди приходят и говорят, крестите нас, а дальше вот благодать Божия все за нас сделает. Или иногда люди говорят, ничего, что мы смертно согрешаем, вот вы сейчас нас причастите, и в итоге благодать поможет нам не грешить, смертно не согрешать. Да, благодать – это не сила, которая действует механически, просто потому что она есть. Она всегда отзывается на движение сердца самого человека. И поэтому апостол, хотя и говорит о даре Божьем, казалось бы, Господь даровал, но этот дар надо еще взять, и не только взять, его надо поддерживать. Как мы подкладываем, то есть представим себе, что есть костер, есть некоторый ресурс, есть огонь, который дает Бог, но дальше ты в этот огонь, в этот костер, который, да, дрова сложены были, Бог их поджег, а дальше ты должен подкладывать туда дрова, чтобы этот огонь продолжал гореть с той силой, которая тебе нужна. Поэтому апостол и пишет, да, вот разжигай, возогревай тот дар, который ты получил через мое рукоположение. Дальше очень интересно, потому что в первом послании апостол Павел пишет, что ты, ну, не смотри особенно, не ориентируйся на вот то пренебрежение, которое может быть к тебе, да, пусть никто, он говорит, не пренебрегает юностью твоей, всех учи, кого нужно, наставляй, там, тех слушай, тех не слушай, вот так относись к одним, так к другим. И здесь дальше он прям тоже мысль продолжает, он говорит, потому что дал нам Бог не духа боязни, то есть Бог дал нам не такого духа, который приводит нас к боязни, к робости какой-то, ты пастырь, ты учитель, тебе положено вести себя по-другому. Но это, правда, не значит, что ты признан вести себя грубо, там, жестко, как-то, как делец, скажем, да, или какой-то хозяин над рабами. Мы знаем, что Павел, что Тимофей, конечно, был признан вести себя по-христиански, и с любовью, и с кротостью к одним, и к другим, с рассудительностью. Но, да, вот все-таки, какого же духа дал нам Бог? Но духа силы, любви, и здесь целомудрие в синодальном стоит, но можно перевести также и благоразумие. То есть иными словами, во-первых, сила. Мы помним, что Христос проповедовал, и так о нем и говорили, да, он учит как власть имеющий, то есть как тот, кто знает, что он прав. Он прав. Тимофей знает, что он прав, что он продолжает традицию Христа и традицию апостола, который получил, как мы помним, в послании к Галатам, он получил эту благодать от самого Христа. Это благодать нечеловеческая, как он говорит, да. Так вот, дух силы, священник, пастырь, епископ, естественно, в первую очередь, должен проповедовать с силой, понимая, что есть некоторая Божья благодать в нем. Но сила без любви может стать вероломством, может стать тем, что просто разрушит человеческую жизнь. Если человек, если пастырь совершенно самоуверен, не в Боге уверен, да, в себе уверен, в своей правоте уверен, он может просто сломать человеку жизнь. Он может сказать, я прав, поэтому с тобой то-то и то-то должно произойти. И ладно, если человек еще, скажем, в силах как-то противостоять, и может, например, усомниться или пойти спросить кого-то еще, но есть ведь ситуации, в которой пастырь действует просто со властью. И поэтому апостол продолжает. Он говорит, но силы и любви, и благоразумие. Вот целомудрие — это то, что мы привыкли относить к личной жизни человека, к его внутренней, субъективной жизни. Да, если это же слово перевести как благоразумие, то получится духа силы, любви, то есть ты должен понимать, что перед тобой человек, образ Божий, ближний, которого ты должен любить, и ты должен пастырствовать с благоразумием. Ты должен думать не о том, как тебе хочется поступить, а о том, как будет правильно поступить, о том, каким будет проявление любви по отношению к этому человеку. Далее он говорит, апостол, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узникай его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога». Апостол призывает Тимофея не стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня может показаться странным, почему это нужно стыдиться, но на самом деле в античности, в то время проповедовать воскресение из мертвых, это, в общем-то, навлекать на себя насмешки. Ну, собственно, что и сделал апостол Павел, когда проповедовал в Афинах. Когда над ним, его сначала слушали-слушали, а потом сказали, а что, воскресение мертвых, эти басни мы послушаем в другой раз. Это вот это нам можешь не рассказывать, потому что для греков, по крайней мере, многих в то время, тело греками, вот этими античными, воспринималось, как темница души, как такая бренная оболочка, которую можно отбросить и нужно отбросить. И Сократ, умирая, говорил, что он выздоравливает. А здесь вдруг апостол говорит, мы проповедуем воскресение Христа. Какое воскресение? Телесное воскресение. Его пощупать можно было. Какая уж тут бренная оболочка. Конечно, его тело до воскресения и после воскресения было разным по своему характеру. Но это было тело того же самого Христа. Это было тело вполне узнаваемое. Это тело, на котором даже сохранились раны от гвоздей, которые можно было проверить, раны от копья. То есть, иными словами, это было вполне реальное, но преображенное тело. И для слушателей апостола, для многих слушателей апостола, это было просто глупой какой-то басней. Кстати, в современном христианстве иногда тоже встречаются такие платонические идеи, идеи платонизма, который Платон как раз утверждал, в том числе развивал эту идею о том, что душа отдельная, она своей жизнью живет, а тело – это просто некоторая могила и оболочка. И, естественно, и сегодня подлинный взгляд на тело, христианский взгляд на тело, он предполагает любовь к телу, уважение тела, просто понимание того, что тело страстное, и мы боремся не против него, мы боремся за его правильное состояние, и мы боремся за гармоничную расстановку сил в нем, сил, которые подчиняются душе и духу соответственно. Так вот, и вот апостол говорит, не стыдись этого свидетельства. Да, тебе придется рассказывать о воскресении Христа, да, тебе придется рассказывать о том, что мы верим в воскресение мертвых. Не стесняйся этого, потому что, да, над тобой могут смеяться. И он говорит, и не стыдись меня, узника, его, но страдай с благовестием Христовым. То есть ты проповедуешь. Ведь на самом деле, мы сегодня говорим слово Евангелие, знаем, что оно переводится как «благая весть». Но о чем благая весть? О том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Этот Сын Единородный жил в послушании Отцу и был послушан даже до смерти и смерти крестный, и потом он воскрес. Вот благовестие христиан, в том, что Бог любит людей настолько, что стал человеком, и даже не просто стал человеком, но умер, но и воскрес. Поэтому благая весть – это весть о победе над смертью Бога, который стал человеком. И поэтому апостол говорит, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым. То есть ты пойми, что ты проповедуешь не какие-то свои идеи, не какие-то басни, ты проповедуешь то, что открыто, сверхъестественным откровением. Вот Христос пришел, и это же фактически первое поколение. То есть апостол Павел сам, во-первых, видел воскресшего Христа, во-вторых, Тимофей имел возможность общаться с огромным количеством людей, которые видели, в том числе и воскреш, не просто Христа, до воскресения увидели вообще толпы какие-то огромные. Здесь были ученики, которые видели его живым после страшной казни и смерти на кресте. Поэтому ты благовествуй, но не забывай, что ты силой Бога благовествуешь. Это не только твои силы, силой Бога, спасшего нас, и призвавшего званием святым, или призывом святым, или даже, можно сказать, призывом к святости. То есть здесь не только сам призыв свят, да, сколько призыв к святости, к тому, чтобы мы были божьими. Если человек воспринимает себя в большей степени, как часть общества и часть мира, естественно, он будет стыдиться каких-то своих взглядов, христианских взглядов в том числе. Почему? Потому что к какому обществу ты себя относишь, по такому взгляду этого общества ты себя и оцениваешь. Допустим, человек считает себя вполне приличным, богатым, способным хорошо одеваться. Он принадлежит к такому кругу людей, которые всегда носят какие-то дорогие, исключительно хорошие вещи. И вдруг, допустим, меняется какой-то взгляд, или, может быть, он вообще начинает пренебрегать какими-то такими условностями, и он появляется в людях в своей этой компании, например, в чем-то совершенно вообще неприглядном, в чем стыдно в такой компании появиться. Почему человеку будет стыдно? Потому что он будет оценивать себя взглядом вот этих людей, с которыми он привык общаться. Человеку, который оценивает себя с другой точки зрения, не будет стыдно в этом же обществе появиться совершенно. Почему? Он смотрит на себя с другой точки зрения. Стыд зависит от того, с чьей точки зрения ты себя оцениваешь. Если ты считаешь, что ты прав, ты не будешь стыдиться, даже если люди вокруг будут считать, что ты неправ. По крайней мере, ты будешь считать это ложным стыдом и будешь с собой бороться, в общем-то, находя в себе силы. Тебе будет нечто большее, чем просто стыд. И вот апостолы говорят, тебя сам Бог призвал на свою сторону, званием святым, то есть ты призван к святости. Если ты призван к святости, то есть по-еврейски кадош, святость, отделенность для Бога, да, ты призван к тому, чтобы стать Божьим. Если ты стал Божьим, в тебе должен быть Божий взгляд, ты теперь должен смотреть с точки зрения Бога. Если ты смотришь с точки зрения Бога и проповедуешь воскресение мертвых, тебе не должно быть стыдно. Потому что какой же тут стыд, если ты проповедуешь дело Божие, если ты понимаешь, что так оно и было, так Бог задумал, и тогда никакого стыда в тебе быть не должно. Но далее. Значит, Бог, Бога, спасшего нас и призвавшего знаниями святым не по делам, званиям святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедникам и апостолам и учителям язычников. Итак, что же это за Бог, который дал такую силу? Это Бог, который спас, который призвал, но призвал не по делам. Это вот очень важно. Да, потому что сам Тимофей из обращенных язычников, мы знаем, что Павел проповедует язычникам, и если бы Бог избирал по делам, по язычнике точно не прошли бы никакой отбор, потому что они на то и язычники, да, у них блудные грехи не считались грехами, идолопоклонство не считалось грехом, убийство детей в античности тоже не считалось грехом, если это необходимо, если этот ребенок лишний, или если, скажем, да, и рожать его, например, женщина не хочет, это совершенно спокойно все решалось теми методами, естественно, которые для этого были в то время. И поэтому, если брать по заслугам, то огромное число людей никак не может войти в церковь. Но вот апостол говорит, да, мы призваны не по заслугам, Бог нас не по нашим делам призвал, но по своему изволению и благодати. То есть Бог не только захотел нас призвать, а Он Сам дал нам дары, Он Сам восполнил то, чего в нас не было, чего нам не хватало, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. И вот здесь, конечно, такой возникает вопрос, а что, мы существовали, что ли, прежде вековых времен? Не есть ли здесь какой-то намек, например, на учение Оригена о предсуществовании душ? Он говорил, что все души предсуществовали, а потом просто воплощались в какой-то очереди своей. На самом деле нет, конечно, потому что речь идет о благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть в замысле Божием, ох, мы же знаем, что Христа тоже как бы не было, именно как Христа было, была вторая ипостась Престой Троицы. Да, Отец, Сын и Святой Дух, вечно существуют три божественные лица. Но Христос, как Бога-человек, Он родился во времени. Ни Христа в вековых временах не было, как Бога-человека, ни нас, как личности и людей, не было в вековых временах. Да, вот в прошлом, таким выражением апостол Павел просто говорит, когда-то в вечности. Но изначально так было задумано. И вот здесь потрясающая, да, конечно, мысль, что нас Бог и с самого начала не по делам собирался спасать. С самого начала было понятно, что не по делам нашим, но по благодати через Боговоплощение, и это было задумано сразу, нам эта благодать будет дана. А открылась она, да, открывшееся же ныне, теперь, явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот благодать эта, она когда-то была в Боге, в его замысле, но она открылась, реализовалась. Теперь она, и мы теперь есть. Христос родился, вырос, да, прожил жизнь, умер, воскрес. И вот теперь она открылась нам, явлением Спасителя нашего Иисуса Христа и, что же, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. То есть Христос являет всему миру через нас, через благовестие, являет эту самую жизнь. Благовестие, для которого, говорит апостол, я поставлен проповедником и учителем язычником. Далее. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь. Вот он говорит Тимофею, да, не стыдись. И сам говорит, вот и я страдаю, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Апостол Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. Не просто, я просто верю, да, и все. У нас сегодня вера и знания, они противопоставляются. Потому что говорят, ну, если ты знаешь, что тебе доказали, если ты веришь, то это вера без доказательств. Апостол не говорит, что я знаю, да, и это то же самое, что верю. Он говорит, я знаю, в кого уверовал. Вера совершенно не отрицается. Но вера эта при этом очень конкретная и личная. Я знаю того, в кого я верю. Это означает личную связь, это означает личный опыт, означает переживание личной встречи. И если для апостола это было очевидно, потому что она просто была, эта личная встреча, то Тимофея, он призывает верить. Верить ему, его опыту. И действительно, это очень важно понимать, что наша вера – это не просто огонек, который загорается в каждом из нас лично, как будто бы по нашей инициативе, в пустом месте. Нет, ничего подобного. Вера – это вера не только в Бога, не только во Христа. Это вера, как доверие людям, которые тебе сообщают опыт. Почему мы так ценим идею апостольского преемства? Почему мы так ценим, что вера не прерывалась? Что это не кто-то просто когда-то там, да, в XIX веке книжки открыл и говорит, о, вы знаете, там, тысячу лет назад вот как верили. Давайте мы сейчас так попробуем поверить. Нет. Это из года в год, из века в век, от человека к человеку передавалась вера в воскресение Христа, в его воплощение. И воскресение. И поэтому Тимофей призван доверять апостолу, доверять его опыту, его вере. И что же апостол говорит? Я уверен, что тот, в кого я верю, да, то есть Бог и Христос, он силен сохранить залог мой на он и день. То есть я вкладываюсь, тут даже вот этот залог, слово вклад, да, можно употребить так же. Я вкладываюсь, я делаю нечто, я доверяю Богу, и этот залог, он не просто так отдан. Я получу, получу с лихвой. Сейчас я вижу, что я страдаю, что надо мной смеются, что меня стыдят там за мою проповедь, но я знаю, что мой вклад в Божье дело, мое доверие Ему, он не будет посрамлен. Я не буду, не буду посрамлен, что этот вклад потом прогорел, да, и, в общем-то, никакой прибыли мне не принес. Далее. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Апостол сам говорит о даре, да, и апостол, и Тимофею, он напоминает, что ты тоже получил этот самый залог, то есть ты вкладываешься в Божье дело, а Бог вкладывается в тебя. Ведь что такое залог? Это часть, часть оплаты. Что делаю, допустим, что делает человек, который хочет купить квартиру? Он оставляет залог, который означает, что мои намерения, намерения этого человека, они, в общем, серьезные, да, он готов вложить деньги. Залог не бывает, там, 5 рублей. Залог бывает частью суммы, приличной частью суммы, чтобы обозначить серьезность своих намерений. Так вот, храни добрый залог, то есть ты, конечно же, да, нечто делаешь для Бога, но и Бог дал тебе вот эту часть блаженства, часть опыта, часть знания, часть общения с Ним. И ты этот залог храни Духом Святым, живущим в нас. Как можно хранить залог Духом Святым? А так и можно. То есть ты в общении с Богом пребываешь, и тем самым залог поддерживается. Дальше апостол Павел затрагивает печальную тему. Он говорит, ты знаешь, что все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Гермоген. Додаст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел. То есть есть ряд христиан, бывших христиан, которые оставили апостола, может быть, устыдившись его проповеди, может быть, устыдившись его ус. Плюс одно дело прислушиваться к человеку свободному, к человеку, который является римским гражданином, образованным, интересным, проповедником. И другое дело, когда ты видишь того же проповедника в узах, причем в узах не за то, что он украл нечто или кого-то убил, а в узах за его собственное учение, за то, что он проповедует. Он сам так дальше и говорит об этом. И, естественно, находились люди, которые боялись или разочаровывались, ориентируясь на какие-то вот такие внешние авторитеты и оставляли его. Но вот Анисифор, как мы видим, не оставил. И далее апостол пишет, «Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Да даст Господь и нам тоже этого не бояться и не стыдится благовестия Христа. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok